Я отсюда рассматриваю, вот сектор, насколько я вижу, откуда идет обстоятельство. Так, вот эти таболей, нет-нет, выбиваем, сюда забегают. У вас снайпер есть? У вас есть снайпер? Да, у нас тут вот Тополя, 200 метров до них. Снайпера есть актив? Есть, да. Снайпера есть у нас. Если там работает снайпер-фальтирника. Есть хорошие охотники. Я так понимаю, что там вышли наемники, да? Да. Два снайпера должны в ответ работать. Ответку, да, ответку хорошую. Второе, вот эти все гранаты, все, должны быть еще сделаны. Подходя, в коробке здесь, остались? Есть, да, есть. Снайпера остались. Сделайте, вот так вот, вот так вот, ребром поставьте, и то заложите. Ну все, у вас будет тогда, и крышка закрывается. Снимка пятна. Двойного назначения. Постарайтесь это делать. И тогда у вас получится нормально. Уйди. Хорошо? И позиции. Здесь не наблюдаешь. Бой нашелся. А как ты будешь... Здесь пулеметчик сразу отскакивает сюда. Пулеметная точка у нас. Так, иди. Так, иди. У тебя должны быть позиции 5. Одни позиции для наблюдения, а вторые позиции для стрельбы. Так точно. Для наблюдения они могут быть с меньшим сектором, но с охватом по дальности. А для стрельбы независимым противник будет стрелять или не сад, но он в свой сектор держать. Понял, да? Так точно. Поэтому вторые позиции для стрельбы обязательно для стрельбы доработать. Они должны быть там. Карточка огня можно в голове держать. Может там на кайф. На кайф должен ориентироваться. 100 метров, 300 метров перед ним. И сектор право-лево он должен держать. Понял? Посмотри на это. Особенно пулеметчиков. Сюда просьба. Товарищ генерал-полковник. Аккуратно не выходить, потому что снайпера работают. Вот она точка. Я просто посмотрю пулеметчика как он. У нас располняется. Выходите, не поднимайте. Скажите, что просто сделают. Да. Хорошо, пулеметчик. Ну, по крайней мере, расстояние, если брать. О! Придите, впидите. 500 метров он идет. Посмотри, обязательно. Где-то да. Походи, посмотри. Есть сектор, где можно бежать всю полю на контроле. На что время на дубе. Идем на бандал. Вот так, чтобы замаскирован, у вас есть естественное укрытие. Но как только бой начался, все, ребята, вы забудьте про свои там жизни, опасности. Вы должны сектор бежать. Вот так вы сектор не будете бежать. Белка камень. А у вас все должно быть. Я в конце камень. Понял? Так точно. Я даже не поднимаюсь сюда. Сперед даже могу посмотреть и сказать. Ясно. Понял? Белка камень. Сами здесь находите, сами смотрите. Понял? Да, 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 конечно. Задача стоять. Держать. Ланера помогут. Соседи еще. Ясно. Все понятно? Так точно. Давай, держи фронт. У Ахмата нет другого варианта, кроме как до конца. Правильно? Ахмат сила. Ахмат сила, однозначно. Ахмат сила, Россия, мощь, Аллах Велик. А вам в силу обстоятельств каких-то будет, ну, допустим, фактически, ну, фронтовых, вот, ну, когда вот в Сербии приходил служить, приходилось вынуждено нарушать какие-то нормы, которые, ну, допустим, я не знаю, есть тушенка со свининой или нет? Ну, знаете, есть такое правило, да, вот, когда, да, там, путнику, там, и так далее. Ой, воин, да. Ой, воин, да. Ну, есть, да, норма, да, и я сейчас не хочу, там, углублено говорить, там, про свинину или еще про что-то, да, даже про спиртное, да, в случае, если голода, там, еще чего-то, там, боюсь, там, как-то неправильно там высказаться, но в моей жизни не было необходимости такого состояния, чтобы я умирал с голоду, чтобы есть свинину, да, к примеру. Поэтому я мог бы, если мне это надо придумать, любую какую-то причину, что я воин, что я путник, поэтому я могу есть. Но не было в этом необходимости, я и не ел. У кого-то, может, и было, но у меня, это, такой, такой необходимость, как-то, кого не было. Был голод, там, были моменты, ну, даже в этот момент и свинина не попадалось, да. Чтобы проверить с меня, съел бы я ее или нет, но, я думаю, что я не съел бы, да. Но, тем не менее, я говорю, что, ну, не было такого момента, что, вот, там, Всевышний мне дал экзамен, там, я, вот, десять дней голодал, и тут появилось хрюкальше, если не нашли, я с ней сделал. Ну, не было такого. И такого эксперимента, слава Всевышнему, он со мной не провел. Я же по профессии разведчик, поэтому для меня нет неожиданных сюрпризов и неожиданных вопросов. Я сегодня просмотрел передачу, где такую же передачу вы снимали про Рамазана Гаджимурадовича. Хочу сказать, что спасибо за то, что вы все-таки нас, глав, приближаете к своим народам, да. Вы затрагиваете вопросы не только политически, да, а еще жизни человека, вы населению, там, нашим народам показывает, что мы такие же люди, как и они, со своими проблемами, со своими болью, со своими, там, плюсами, минусами, и к нам надо относиться так же не только как к главе субъекта, а относиться как к людям, как к человеку. И нас тоже надо иногда защищать, нам надо иногда тоже сочувствовать, нас надо иногда тоже хвалить. Я думаю, что многие люди это видят, и им приятно. Почему? Потому что мне было приятно посмотреть и про Рамазана Гаджимурадовича совершенно с другой стороны. Я даже сам не знал, что он может быть другим человеком, как вы его показали. Поэтому я считаю, что передача она хорошая, и будете иметь такой хороший успех. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова